И всем привет, с вами Ростиксон, и сейчас мы посмотрим свой клип, я расскажу какие-то интересные моменты, как мы снимали, какую-то задумку, но вообще у меня 160 гигов лежит исходников клипа, я хочу что-то из этого придумать, сделать какое-то длинное видео, а сейчас пока что первые впечатления, какие-то именно сами кадры, которые я видел, я расскажу как они были засняты, почему, и интересные моменты. Вот, например, клип начинается с 22 часа без игры, разношу заказы, велосипед бы, но он был в свое время продан и проигран. Мне очень нравится эта фраза, она есть в стикерпаке Padre Privat, ее написал менеджер, то есть я часто ее использую, это один из моих любимых стикеров, и с него мы решили начать. И такой интересный факт, Эзопов и Трун, они раньше пародировали Моргенштерна, то есть их клип набрал, по-моему, миллион просмотров, или что-то около того, Морген их замерил, и они засняли совместный клип, который набрал на канале Моргена около 30 миллионов просмотров. То есть прикольные типы, и я сейчас вам расскажу интересные моменты. Мне очень нравится стилек, в котором все написано. Вот сразу по этой локации расскажу, это квартира. коммунальная, при том она действительно работающая, коммунальная квартира, то есть там где-то 6 комнат, там какая-то бабуля, то есть вот в коммунальной квартире там 6 комнат, вот это одна из них, она стилизована под советскую квартиру. И в остальные квартиры живут люди реальные, то есть мы выходили подснять, сейчас, когда я встаю там, по-моему, я чищу зубы, да, сейчас я найду этот, вот, вот здесь, это общая территория, нам туда нельзя было заходить, и там бабуля какая-то вышла, и это не то, чтобы минус оператору, понятно там, просто мы идем, и там бабуля, ну, знаете, начинает что-то хлопотать, да, и там что-то, ну, оператор там про себя сказал тоже, видите, я вам правильно все сказал, ну, типа, что, что эта бабка, все равно не, а я когда проходил, я сказал бабуля, извините там, вот, мы сейчас уйдем, то есть, ну, максимально, да, старался вежливо себя вести, и это в конце нам помогло тем, что она помогла нам дошрак заварить на своем, этом, котелке, сделала кипяток. Вот сейчас еще раз без звука просто посмотрим, вот я встаю, блин, прикольно, вот этот кадр мне очень нравится. Что еще с этой квартирой связано? Очень удивилось то, что съемочная команда присла два мешка реального мусора с помойки собранного, который тут разбросан. Это интересно. Что еще? Квартира мне очень понравилась, прикольно все, прям коммунальные квартиры, я ни разу таких не был, очень интересно. Хотел бы вот в такой пофоткаться просто отдельно. Да, блядь! А, вот еще, блин, вот этот смешной момент, я вообще стараюсь не материться в жизни, могу материться, да, когда мы ходим с какими-то моими старыми друзьями, и то это, скажем так, довольно редко происходит, и это, скажем так, должно быть в тему, да. А вообще, в своих видеороликах, просто в жизни, в рабочих моментах я очень редко матерюсь и могу, я не знаю, сказать только там, ну-ка, это вообще, да, капец. И то есть тут мы снимали эту сцену довольно долго, и я еще так говорил, мат, довольно, скажем так, ну, таким, не тем тоном, которым нужно, да, и там режиссер пришел и спросил, а ты не материшься, да, если вот это было прикольно. Еще я кидал телефон, кидал несколько раз, я кидал прям реально сильно, потому что мы телефон специально купили там тысячи за три у других людей, это было интересно, это было интересно, да. Так вот, я прям кидал и чуть не попал в камеру, то есть, вот вы, если увидите, тут довольно громко я кидаю. Да, блядь! Видите, смотрите, как он пролетает. Вот сейчас я... Да, блядь! Вот, то есть он пролетел вот здесь буквально, прямо вот перед камерой. Да, блядь! Вот, ну, насколько это красивый кадр, и мне очень нравится, что тут, если стопать кадры, они очень красивые, и они вот с какими-то, ну, не знаю, вот посмотрите на детали. Я вот все время, на самом деле, я хотел там какие-то, если, какие-то клипы, фильмы снимать, чтобы это было красиво. И сейчас, еще позже, я объясню там какие-то свои хотелки, которые я вот исполнил в этом клипе. Вот прикольно, что здесь был QR-код на вот саму эту локацию. Мы все засняли, вот прям все засняли, я не знаю, мы снимали минут 20 вот эту вот сцену, как я выходил, ходил. А потом я говорю, а этот QR-код будет виден? И режиссер операции такие, да, будет. И мы раз, другой сюда наклеили, да, и он не стал виден, и мы все пересняли. То есть прикольно, что мы оставляли, знаете, если в одной позиции ты оставил, вот здесь вот, сундук этого Яндекса, то он в той же и должен стоять. Вот здесь я прям бегал, я ас, устал немножко, но так и нужно было в Швити. То есть у меня в этой локации такие кроссовочки за 500 рублей с рынка. Прям вот типичный доставщик. И этот двор буквально первый же, в который мы забернули в центре. И этот подъезд тоже рандомный. Нет, ну вот из которого я выхожу. То есть это не подъезд, где мы снимали, ну вот, вот ту первую сцену. А, кстати, вот это очень интересная задумка, и мне, я очень рад, что я именно так и сделал. Мы выбирали девушек-моделей, это было довольно сложно, при том нам нужно было уложиться в определенный бюджет. Сразу скажу, кому интересно эти 12 тысяч по оплате всем девушкам. А вот это главная героиня, молодильная яблочко. Кто знает, тот знает. Так вот, мы до этого с ней уже общались, контактировали. Очень позитивная девушка, мне очень нравится. Мы, я думаю, чем-то похожи, что мы оба позитивные люди, да? И она главная героиня, и как вы видите, она читает книгу. Я привлекаю деньги тоже, не случайно. И у нее в закладке купюра Эса. Я подхожу, ей заказ доставляю. И тут прикольно, что она искала, ну, какие-то деньги, да? Отдать может. И у нее по-другой просто была купюра, и она дает ее мне. Которая, как мы сейчас увидим, все поменяет в моей жизни. Еще по поводу трека. Я записывал его где-то часов семь. В сумме, да? За два раза. То есть первый раз мы записали не то. Второй раз получилось более-менее то, что мы хотели. Получилась романтическая версия. Довольно минорная. Хотя я не знаю значение этого слова. Так вот. Кстати, посмотрите на качество купюры. То есть их, по-моему, более пяти тысяч у нас. Вот таких купюр. Их сделали нам за день. Это было довольно сложно. Только одна студия делала в СПБ такое. И мы идем дальше. Вот эта сцена была очень сложная. Ну, потому что нужно было держаться. Довольно массивно выходить из салона. И вот здесь вот немного давило. А здесь все девчонки пока отдыхали. Пока я снимал. То есть у нас было, знаете, одну сцену мы снимаем. А потом вот эту там все отдыхают. А я тут... Ну, зато я в главной роли. Вот это прям... На самом деле я очень удивлен. Сколько людей хочет стать актерами, актрисами. Сколько кастингов. Что это действительно сложно. И сложно попасть под, скажем так... В общем, сложно где-то сняться. Особенно без каких-то связей, знакомств. Я очень благодарен Эсу, что... Мы прикольно сняли. Что я в главной роли. Ну, и так, шутим с друзьями, что у меня мания величия. Я люблю внимание. И тут получилось идеально вот как я люблю. И какие моменты здесь я выбрал, я вам скажу позже. И такой стильный розовый лимузин. Мне очень нравится розовый цвет. Например, розовый платье. Кто знает, тот поймет. Ну, это так, для одного человека только сказал. Здесь вот эта сцена. То есть, я еще довольно притирался. То есть, вот эта сцена вообще первая самая, которую мы начали снимать. И я тут немножко чувствовал себя не в своей тарелке. Как будто бы. Не знаю почему. И знаете, я так... Ну, поначалу немножко стеснялась, наверное. Но вот прошло буквально 30-40 минут. И вот стало все нормально. Вот. Прикольный кадр, кстати, я на стопочке сделал. Вот, смотрите. Вот мы заходим на яхт. Это проходка. Яхты мы снимали. Прикольно, прикольно. Тут вот другие стоят. А вот это детское шампанское, кстати, вот оно стоит. Тоже по приколу. То есть, вообще у нас задача была в клип ставить максимально клишейный... Не клишейный, хорошо. Максимальное количество клише, которые есть в клипах про рэп бабки. И я думаю, мы с этим справились. Вот этот, кстати, кадр, блин, очень интересный. Блин, они такие. Я, кстати, взял с собой цепи. Со съемочной площадки. Притом, что мне их не хотели отдавать. Ну, конечно, в шутку. Я имею в виду, что этот... Я уже сказал, этот режиссер, они что, вам эти цепи так нужны? Ростику их закиньте. Это было прикольно. Кстати, съемочный день. Я сразу скажу, что мы снимали где-то первый день 12 часов. Ну, это с паузами, там, с паузами на обед. Вот все такое. Но, допустим, у меня паузы на обед не было. Потому что я в это время ехал с яблочком на такси. На Мерси мы ехали сначала в аптеку. Потом в красный и белый, или что-то около того. Но об этом я чуть позже скажу. Хорошо, мы идем дальше. Вот это, кстати, сейчас идут сцены из лофта. Мы сначала вообще думали в ресторане каком-то снять. Но потом посмотрели, что это довольно дорого снимать какой-то ресторан. И мы просто сняли лофт и туда добавили... Заказали услугу кейтеринга. Это когда там накрывают на стол, украшают, делают довольно красиво. Вот это была одна из самых вообще сложных сцен. Здесь мы стояли, не знаю, минут 10. Мы уже там потом в конце прикалывались, что это когда-то закончится, что они забыли нам сказать. Мы прям танцевали, у нас шеи все отекли. Ну, короче, это было... Вот это была сцена, я не знаю. А там еще была жара 30 градусов. А, вот это, кстати, в Яте. Вот эта сцена была довольно прикольная. Мне она понравилась. Ну, такая вайб... Вот это вайбовая сцена. Вот это... Не знаю даже... Не то, чтобы она понравилась. Она просто имела свой вайб какой-то вот. Такая маленькая каюта. И, скажем так, мы все там поместились. Вот это было смешно. И я еще и без футболки, в цепях. Ну, вот это прикольная сцена. А, вот. Вот это тоже, кстати, это яблочко придумала. То есть, довольно креативно, кстати. Мне очень нравится ее подход. Что много всего придумывает. То есть, вот это, кстати, прям вот это красиво. Так, я думаю, что я лучше буду по 10-20 секунд смотреть, а потом уже стопать и объяснять какие-то сцены. А, вот это, кстати, яхта. Родман 44. Красивая очень. У нас там был капитан. Помощница капитана, которая нам помогала. То есть, например, пока мы были вот тут, снимали. Она там нам разложила еду. Открыла детское шампанское, да. И вот, как раз-таки, в самое время рассказать предысторию. Девчонки захотели выпить шампанское перед яхтой. На яхте вообще. И я спрашиваю у режиссера, у операторов. Не против ли вы, можно ли купить девушку? Потому что там, как там на съемочной площадке, я не знаю, как отнесется режиссер, да, почитал, нужно спросить. И он говорит, конечно. Там, конечно, не борщить, но это, наоборот, даже идеально будет девчонкам перед яхтой. И девчонки заказывают такси, ну, какое-то... Ой, не такси, какое-то. Какое-то шампанское за 300 рублей. Там еще даже у него рофло название есть. Ну, я не знаю, ну, типа... Это даже название мем условно. Это самое дешевое шампанское. И мы заходим туда, в магаз с яблочком. Мы там покупаем чипсы. Еще вот прикольные, знаете, вырезки там вот какие-то. Ну, то есть, мы закупили, по-моему, тысяч на 20 еды на яхту. Потому что я посмотрел. На самом деле, это не такая большая трата, но она поднимает вайп, настроение. Мы купили две бутылки шампанское. Там, по-моему, тысяч за 5 или за 6 прикольных. Ну, и остальное чисто закуски, там какие-то чипсы. Окей, идем дальше. Кстати, вот это, блин... Также мы долго на яхте. Блин, вот это, кстати, прикольная сцена. Мне почему-то... Я, кстати... Ну, не знаю, нет, но это вайбол выглядит. Я так грустно сижу. Ну, не грустно, серьезно сижу. С цепочкой. Ну, да, прикольная, прикольная. Вот это сцена, кстати. Пока вот мы ее снимали, там девчонки фоткались. Я прям даже... Я старался. Допустим, я купил всем... Я купил где-то 5 или 6 литров сока, 6 литров воды, штук 20 огушь, 10 сникерсов. Просто, чтобы было удобно девчонкам, скажем так, потому что многие, да, особенно на съемочной площадках, не заботятся как-то о тех, кто участвует в съемках, потому что, я думаю, это следствие того, что огромное количество желающих участвовать. И, знаете, там кто-то очень пренебрежительное относится. Я же отношусь к этому серьезно и хотел, чтобы был положительный вайб. Это, во-первых, стоит не очень дорого. И... Ну, это просто показывает какую-то заботу условно, да? То есть я, например, там даже такой говорил... Мы на яхте были, снимали мы 3 часа. У нас, наверное, перерывов было минут 10. Я там даже настаивал. Ну, немножко... Знаете, вот так я сказал оператору, давай вот отдохнем 5 минут. Девчонки там как раз пофоткаются, я отдохну. Потому что, ну, плотно 3 часа мы снимали. Это было прям... Я на самом деле... Я даже вот... Я только пару раз посмотрел по сторонам, честно говоря, на яхте. Потому что, блин, ну, работали. То есть у нас каждый раз это сцена, какие-то новые дубли. Блин, скид, еду. Свой вайп имеется, конечно. Свой вайп имеется, конечно. Портфель и токены с другим никак... А, вот это, кстати, прикольно. Вот вы тут... Какой пощадой... А, вот тут мы разговариваем. То есть там сказали специально разговаривать. И вот официантка приносит нам доширак. У нас тут лента Тархун. Ну, то есть такие... Ну, я тоже придумал почему-то вот... А, любимый кола. Тут прям... Ну, это смешно, по-моему. Ещё, как видите, у меня сменяются одежда. Это мерч и бирж. Ну, прям очень круто. А, ну, вот эта сцена была прикольная. И, кстати, там ещё почему-то была вторая сцена. С другой девушкой, но её не вставили. Или вставили, но очень кратенько так. Блин, там... Там, по-моему... Сейчас я хочу найти. Блин, вот тут, короче, вот это смешной момент. Что тут даже застопили его, по-моему, на превьюшку. Что тут... Типа, вы смотрите, насколько счастливые люди. Ну, я даже, честно говоря, не знаю почему. У меня было такое, знаете, более рабочее настроение перед вот этим... Видео. Но это же было не грустно. А вот просто оно такое пустоватое. Как будто вот... А сейчас я прям развеселился. Помню, как мы снимали. Я посмотрю на себя весёлого, конечно, это... Ну, не может не радовать. А, так я без звука смотрю, окей. Блин, вы посмотрите просто, какой вид. Чтоб вы понимали, я был вот в этих домах. Я там тусил. Я вот на вот этом пляже отдыхал. Я купался вот здесь где-то, вот здесь. Я ходил тут, просто думал о жизни. Я стоп. Чтоб вы понимали, давайте вот сейчас идеальная идея. Я в начале года была лотерея... Нет, ну, короче, в мае была лотерея у Эсса. Сожги 500 миллиардов Эс и получишь там... И можешь выиграть 8 тысяч долларов. Это тогда на тот момент было 500 долларов. Я их сжёг и не выиграл. Я условно сжёг там 800 долларов, да, получил обратно 500. То есть в небольшом минусе, но у меня был шанс выиграть 8 тысяч долларов. И чтобы вы понимали, я думал, знаете о чём? Если я выиграю 8 тысяч долларов, я тысячу-две там потрачу на яхту. Я чуть-чуть расстроился, честно говоря, что я не выиграл яхту. Но, знаете, так думал. Блин, вот я очень хочу на яхту себе. И мы это сделали. То есть мы, когда я помню, с Эссом обсуждали клип, что я хочу. Я сказал, что я там хочу то-то, то-то. То есть мы практически сделали вот то, что я хочу. Ну, я имею в виду, что всё, что в клипе было, это вот то, что Ростиксон любит, скажем так. Ну-ка, вот ещё раз сделаем. О, кстати, вот это тоже яблочко придумал, очень прикольно. Токенес вот здесь вот на, в майке. И здесь фон очень красивый. Мы ехали, то есть это практически центр. Или вот это Крестовский, или Петроградка, я точно не знаю. Блин, вот чё за вайп, чё за вайп. Блин, ну вот это кадр красивый, мне нравится, ещё снизу так. Ну, блин, очень красивый кадр. Залетит высоко, знаю, не по слухам. Это токенес, мы в ракете заправляем. Офиг. Расскажу историю про чёрную икру. Я очень хотел купить чёрную икру. И чтобы вы понимали, я в ленте. Давайте вообще расскажу задалека. Я хотел купить чёрную икру в 21-м году. Она что-то стоила 1070. А я тогда за день заработал 1150. И думал, блин, 70к неплохо было бы купить там самую крутую икру, да. И что-то я не купил тогда, а уже через день у меня не было этих денег. То есть был даже минус 150к, условно. Даже был минус вот с тех, да. Я с того момента хотел купить чёрную икру. То есть я до этого пробовал, да, там, у кого-то у Роуза я купил ещё. Но это было не то. Я хотел вот именно сам купить. И тут, я, знаете, в ленте проходил всё время, видел там чёрную икру. И думал, вот, чё-то насыпет, я куплю. А чё-то сыпало, но я как-то вот откладывал этот момент. И когда я покупал детское шампанское, я хотел в ленте купить чёрную икру. Но, но её там не было. Её убрали именно в тот момент, когда я хотел купить. И я перед съёмками еду на Мерседесе на съёмки. И перед этим у меня остановка на 5 минут у магазина. Блин, это ещё улыбка прикольная. Так вот, я бегу. У нас метро там, нужно было просто встать где-то. А там нельзя вставать. А метка поставилась в приложении. И типчик, а он первый раз в этом районе. И он берёт, подъезжает по дороге, как его навигатор ведёт. А там шлагбаумы, они обычно закрыты. Но в тот момент было 7 утра или 8, они были открыты. Мы приезжаем через все шлагбаумы. И представьте такой кадр. У меня на полную фиг... Я всегда, когда езжу на бизнес-такси, у меня на полную фигачат музыку. Прям на максимально полную. У меня открыты окна полностью, потому что я люблю ветер. И представьте такой кадр. Метро. Купчино, кто знает, в Питере. Я подъезжаю. Прямо вот к выходу к метро. Музыка играет на полную. Я открываю дверь. И просто вот, знаете, прямо на дороге, там, где метро выходит. Там люди все смотрят на это странно. Таксист тоже в афиге, что он куда-то заехал. Я прям выхожу в этот момент. Говорю, я сейчас подойду, вы можете там чуть туда отъехать. И я, знаете, и я выхожу за черной икрой. Насколько вот это... Я тогда почувствовал очень приятный вайп. А, и даже вот... Когда я покупал вот эту черную икру, она стоила, по-моему, 12 тысяч рублей или около того. То есть я брал не самую дешевую, с красивой упаковкой, да. Я покупаю, и там какой-то... Я спрашиваю, а карта даст какую-то скидку, да, на эту покупку? Они говорят, нет, но это даст какие-то бонусы. И там человек передо мной какой-то, знаете, ну вот такой чел, который видно, что он умный, что он прочитал много книг, да. Но при этом у него нет каких-то денег больших. И он говорит, а вы не против, если я вашу свою карту приложу, а я плюс-тороплюсь? Я говорю, конечно, нет, не против. То есть прикладывайте. И он говорит что-то на арабском. И знаете, настолько говорит, что это непонятно. Или он это мне сказал, или не мне. И я на всякий случай у него переспросил. Что вы имели в виду? Он говорит, с арабского это означает, там что-то, да, да поможет вам Аллах или что-то вот, ну что-то подобного. Рона, видимо, он подумал, что я верующий. Я ему сказал спасибо. Я еще подумал, что это прям очень красиво, знаете, перед съемками, что он, ну вот какая-то фраза такая была, красивая. Вот. И я прям иду, вот так вот бегу еще с таким, после такого желания человека. Это было прям прикольно. О, вот это, кстати, блин, кстати, это я прыгаю. Мы, у нас было 3 часа, мы уехали в залив. То есть можно прыгать только в заливе. Не в самой Неве. Да. Блин, кстати, вот смотрите, как у кадра. Вот это прям, не знаю, я прям сфоткаю. Насколько прикольно это выглядит. Это прям очень красиво. Ну, я не знаю. Вот здесь прям почему-то мне очень понравилось кадр. Смотрите, здесь руки там все поднимают. А я еще почему-то, ну, скажем так, я не захотел рыбкой прыгать, потому что тут как-то можно было упасть. Ну, упустим этот нюанс. Это было прикольно. Было 2 дубля. А, чтобы вы понимали, тоже тут смешной момент. Было 2 дубля. И, скажем так, на первом дубле я подумал, я думал, что будет один дубль. И я просто максимально вперед пошел плыть. Они уже думали, я, короче, уплываю. А я же занимался плаванием. Я, то есть, знаю, как плавать кролем правильно. То есть я очень быстро поплыл в другую сторону. И они подумали, что-то Рост там не то делает. А я после этого как сделал это, я прям, знаете, ну, подустал. А мне говорят, все, прыгай, сейчас второй дубль будет. Вот я после этого угорнул. Кстати, вот гейт, айо, тут, видите, и мой лого есть. Блин, вот прям очень красиво танцует. Прям, вы посмотрите. Он как маяк в тумане морском. А-а-а, как же хорошо, я не могу. Вы посмотрите, тут еще есть кадр. Кадр, посмотрите, вот просто кадр. Чтоб вы понимали, каждый раз, когда они приезжали, мы качались просто. Как какой-то буйок. Кстати, тут вы посмотрите на вот это. Блинский. Я сейчас прям в свой канал это запишу. Блинский. Я прям вот это вот отсюда сделаю. Ох, как же красиво это выглядит. Я что-то тильтану, а сейчас пересматриваю клип. Еще смотрите, вот это. Я сейчас делаю обзор на свой клип. Как же гениально, как же гениально. Как восход солнца каждый день. С токеном S вперед. К новым вершинам и победам. Токен S, токен S. Рост неизбежен. Токен S, токен S. Мне прям так нравится этот кадр. Вы просто посмотрите, это настолько реально. То есть, я не знаю. Мы не остановимся, пока не достигнем зв... Не, ну тут все красиво танцуют. Я просто вот видел, тут вот и Настя. Ну прям настолько красиво. Вот этот еще. Блин, вот это, вот это такой кадр. Да вы посмотрите. Блин, ну... Насколько вот это прикольно выглядит. Насколько это красиво. Мне вот это очень нравится. У нас еще постоянно были шутки про оргию. Вот что-то такое. Это было прям... Ну, мы очень быстро подружились. Еще вот я даже расскажу. Короче, мы все девчонки, мы... Я так сделал. Оператор, режиссер приезжают. И я сказал всем девчонкам, чтобы они на час раньше приезжали. Вдруг кто-то опоздает, еще что-то. И там как раз, пока девчонки посидели там, подружились быстро. Как раз, пока они час сидели, они там что-то разговаривали, какие-то истории рассказывали. Каждый там рассказал, кто с чем занимается. Например, кто-то снимается в фильме Пушкина за 15 миллиардов. Кто-то еще что-то. Яблочко рассказывало очень интересные истории. У нее очень насыщенная жизнь. И прям историю у нее хоть отбавляй про дедов всяких. Про еще что-то. Я прям слушал. Это было интересно. А еще, кстати, вот мы с оператором. То есть было так, что девчонки там отдельно сидят. И я с оператором-режиссером что-то обсуждаю. Как будет, что. Я довольно переживал, скажу честно. Я прям там говорил оператору режиссеру. Вы там туда, то, сё. То есть я относился очень ответственно к этому. О, вот он кадр, где мы... Где мы с Васей вдвоем уже намазываем. Но почему-то мало ставили. Ну ладно. Кстати, вот здесь вот этот люк. Вот там комната как раз, где мы все вместе лежали. Такая каюта. Там, кстати, их несколько. Еще вот тут каюта есть. Вот тут и тут туалет. Прикольно. А, кстати, вот тут у нас видно. Сейчас покажу. Там Red Bull-чик стоит. Еще что-то. Вот это, кстати, последняя сцена. Последнего дня. Я почему-то ее вставили довольно мало. Но окей. То есть достаточно я скачу. Вы поняли отсылку, что вот этот тот доллар, который мне тогда на чай закинули. То есть вот тот доллар, ну не доллар, S. S в виде доллара, да? Мне закинули тогда на чай. И я его сохранил. То есть это условно, знаете, как... Мне дали как будто не деньги, а удочку. То есть, ну, познакомили меня с криптой. Условно это как раз... Ну, в клипе так, что это яблочко мне дает. Вот, и вот этот на чай, да? Вот эту S-ку. Одну. Я как будто в этом разбираюсь. И становлюсь миллионером. И вот уже мы потом вместе с ней как... Вот так. Очень красиво. Вот тут титры. Я думаю, что сейчас еще раз посмотрю уже без звука с вами. И повспоминаю какие-то истории. Может еще что-то. Просто поотмечаю какие-то интересные моменты. Ну, или сделал вот такой маленький звук. Ну, чебурашка. А, вот этот чайник. Чтобы вы понимали, про этот чайник, его... Он был реквизит. Но мы все равно на нем скопотили воду. То есть... Вот этот будильник. То есть туда симку вставили. Свою. Режиссер. Это было вайбово очень. А, там еще, видите, бутылка охоты тут стоит. То есть все довольно продвинуто. Да, бля... Да, бля... С неба звезды к нам летят. Это-то токен S. Ведь в крипте он герой. Токен. А, это прогресс. Взлеты и падения. Часть большой крипты. Но уверен я в одном. Просто его увидишь ты. Токен S. Токен S. Токен S. Рост неизбежен. Токен S. Токен S. Никаких падений. Токен S. Токен S. Рост неизбежен. Токен S. Токен S. Никаких сомнений. Взлетит высоко. Знаю, не по слухам. Это токен S. Мы в ракете. Заправляй карету. Крипта мне кричит. Мы на верном пути. И мой лайфченчпес будет впереди. Токен S. Токен S. Рост неизбежен. Токен S. Токен S. Никаких падений. Токен S. Токен S. Рост неизбежен. Токен S. Токен S. Никаких сомнений. Так держать мы не остановимся. Пока не достигнем звезд. Токен S. Поверь мне. Он как маяк в тумане морском. Рост его неизбежен. Как восход солнца каждый день. С токеном S вперед. К новым вершинам и победам. Токен S. Токен S. Рост неизбежен. Токен S. Токен S. Никаких падений. Токен S. Токен S. Рост неизбежен. Токен S. Токен S. Никаких сомнений. Лучшая работа в мире. Сейчас я еще расскажу библейскую историю. И вот на этом, я думаю, закончу. Был, наверное, сентябрь прошлого года. У меня было не то, что плохое настроение. У меня не было настроения вообще, знаете. Когда не грустно, а просто, ну... Вот, скажем, плохое настроение, да? Но не плохое. То есть, плохое, оно не ощущается как плохое, но это хуже как будто, да? И это буквально библейская история, при том основанная полностью на реальных событиях. Мне довольно было, ну, так, довольно скучновато, да, жить. Вот. И я как-то попал в чат S, мы там начали какие-то смешные темки придумывать. Условно, мы с Бобидоги сидели, с S. Там, искали мне девочку, там, Бобидоги мне какие-то советы давал, которые я могу, скажем так, понять только позже. И до сих пор не все понимают, да? Которые были действительно отдельными. Вот. Смеялись, как-то придумали какие-то мемы. Там, S. Постил мои видосы, где я говорю, что я понял за 20 лет. Ну, в общем, это было очень смешно. Мы там делали какие-то амы. И я даже как-то, скажем так, повеселел. Это изменило мою жизнь, потому что я как-то тогда был немножко не то, что грустным, но было как-то странновато, да? И сейчас у меня лежит там тысяч 6 долларов в токине S. У меня много работы по бизнесу, скажем так, в разных направлениях. Я этим занимаюсь. У меня идеальная жизнь. Это буквально мечта. И вот этот клип, это буквально мечта. И буквально недавно, у меня 2 дня назад был день рождения. Вчера он вышел. Это буквально то, что я хотел. Я загадывал. Я хотел еще очень давно снять клип. И наконец-то снял. И снял не так, что это как-то, ну, по-простому, да? Я снял офигенный клип. Я все организовал. Я находил всех людей. Я очень хотел сделать это красиво. Насколько это возможно за 5 дней, 6 мы все организовали. За 2 съемочных дня мы все это сделали. Спасибо большое Эсу. Даже Эс, так сказал, Рос, это тебе подарок на день рождения. Спасибо большое съемочной команде, девчонкам. Все было прикольно. То, что девчонки вот не боялись себя проявлять. Так красиво показывали. Все. Живем лучшую жизнь. Надо только дальше больше. Не знаю, я буду вспоминать это очень круто. И ты как будто даже раздвинула некоторые мои границы. То есть я вот... Мы хотим с друзьями снять яхту. Я хочу просто снять яхту без друзей, скажем так. Словно в какой-то семейной семейке, да? Просто это одни из лучших воспоминаний. Это прилететь в Питер на 5 дней и за это время быть дома 1 раз в 15 минут. Один день поехать полностью тусить. После съемок 12 часовых. А потом на следующий день снимать продолжение. Кстати, вот это вояж. Мне очень нравится клип из Ленинграда. И мы референс оттуда взяли. То есть не только я кидаю. Вы сейчас его видите. Кидают с разных сторон. Смотрите. Видите, я кинул. А еще идут вот не только с моей стороны, да? А вот с этой стороны еще. То есть это красиво. Это не так сразу видно. Это прикольно. Блин, яблочко улыбается. Кстати, вот здесь мы вот эту сцену довольно долго снимали. Здесь я вот люблю волосы поправлять. И смотрю на первый свой S. Который действительно изменил мою жизнь. То есть я сказал, это библейская история. Вот реально. Все на реальных событиях. Очень интересно, что будет потом, в будущем. Но прошлое я уже не забуду. Идеально? Идеально? 38 минут? Серьезно? Не заметил, как шло время. 38 минут? 38 минут? Лучше жизнь, прятки. Лучше жизнь. Продолжение следует...